Это была первая игра на большом катке после поездки в Скандинавию. А там, вы знаете, катки, они не то, что даже меньше, они просто холоднее. И всегда очень тяжело переходить с холодного катка на теплый стадион. Плюс качество льда, мне кажется, было не совсем достаточно. И поэтому я видел, как ребята задыхались. Там много было технического брака. Это связано не с большими нагрузками, а именно потому, что лед был плохой. Я надеюсь, что завтра он станет лучше, потому что сейчас подготовительный турнир. Это тренировка для судей, для всех, кто заливает лед. В общем, для всех служб, видимо. Поэтому игра получалась местами неплохо, а местами она была недостаточно быстрой, недостаточно структурированной, особенно в зоне обороны. Но, что было хорошо, что мы увидели сегодня, как защитники подключаются в атаку, и такие сложные конструктивные атаки, что тоже очень нас должно радовать. Мне нравится такой хоккей. Достаточно хороша была реализация. Ну и, конечно, вы видите, что у нас есть проблемы с составом, потому что ребята, наши ведущие игроки, травмированы по-прежнему. И мы пригласили двух молодых ребят из Тороса. Один из них получил сегодня шансы играть. С нами прошел из тренировочный сбор Алеши. Я его считаю уже игроком основного состава. Но, тем не менее, безусловно, он на пробном контракте у нас. Временами он показывает очень неплохой хоккей, что тоже очень радует, потому что нам нужны резервы, нам нужна глубина будет состава. И я понимаю, что мы не сможем ее взять в другом месте, кроме как воспитать игроков самим. Понравилась игра Светберга сегодня. Достаточно был надежен, спокоен. И вообще линия обороны была такой сбалансированной, когда проходили позиционные атаки на нас. По-прежнему у нас проблемы с булитами. Мы уже второй матч проиграли по булитам и проиграли авангарду. Сегодня тоже самое. Булиты мы не очень удачно били. Но я специально дал бить булиты молодым ребятам, которые завтра уезжают в сборную команду. И, к сожалению, накануне старта мы остаемся без одной игровой линии. И сейчас задача в кратчайшие сроки буквально решить эту проблему. Она решается двумя путями. Попробуем кого-то вытащить из более-менее восстановившихся после травм. Я думаю, что завтра попробуют сыграть Игорь Григоренко. Ну и остается нам просто ждать и надеяться, что эти ребята вернутся. И у нас будет полноценный боевой состав, который будет показывать тот хоккей, к которому мы готовились. А именно быстрый, результативный, конструктивный, креативный. Какой угодно подбирать здесь эпидеми. Но в настоящий момент времени у нас так получилось, что вот эта вот линия молодежная выбывает из-за того, что они уезжают в распоряжение молодежной сборной команды. Пожалуйста, вопросы. Игорь Владимирович, насколько команда функционально готова именно к чемпионату? Ну, я думаю, что тут очень сложно, насколько это такой вопрос, который как бы требует каких-то цифр, и многие называют такие цифры. Я думаю, что команда готова функционально к матчам первенства, потому что это не просто там апрель месяц мы говорим, мы знаем, что мы играем там 8 матчей, у нас первый везде мы можем еще что-то добавлять. Ну, то есть у нас есть свои тонкости, но в целом игроки готовы. Вы сегодня видели, что совершенно спокойно, команда держит тент, играя в меньшинстве, в большинстве, там играя в два состава, играя в три состава, сегодня переходил играть в укороченном составе. Ну, то есть я пытаюсь, создаю им искусственные трудности, и пока ребята благополучно из них выбираются. Рекомментируйте, пожалуйста, игры молодежные. Ребята с каждым матчем все прибавляют. Это правда. Мне очень нравится молодежь, которая... Мне очень нравится, как, во-первых, прогрессируют Степан Хрипунов и Миша Воробьев. Вы помните, они ездили с нами постоянно в матчах плей-офф, и, наверное, многих возникал вопрос, почему ты их возишь. Именно вот для того, чтобы они созрели, чтобы они подготовили, почувствовали атмосферу и вообще требования, которые предъявляются к игрокам основного состава. И эти мальчишки, и еще пришел Кирилл Капризов, и мне просто захотелось создать молодежные звена, которые могло бы фантазировать на льду, делать ошибки, безусловно, детские ошибки. Они часто их делают. Видите, пас там за спину на синей линии. И, не знаю, Кроссбель себе такого не позволяет. Они делают, и они ошибаются, они набивают шишки. И мне нравится, что они не боятся, что они постоянно прогрессируют, что они учат какие-то ходы. Они очень здорово взаимодействуют друг с другом. Они разговаривают вне льда. И это замечательный творческий процесс, который не может не радовать любого тренера. И это, конечно же, глоток свежего воздуха для игроков, которые много лет поиграли и уже как бы немножко устали от статусности. А здесь вот мальчишки, которые озорные и понимают, что хоккей – это кайф. Вот они играют сейчас такой хоккей. Игорь Владимирович, с выздоровлением Игоря Григоря, это еще одна приятная головная боль у вас прибавится. Все-таки останется Игоря в первом звене или Фартиканин там будет играть? Смотрит все плохо. Да, я думаю, что Фартиканин придал этому звену мощи. И я сейчас думаю, как использовать Игоря в других сочетаниях. Пока не знаю как, но у меня есть идеи. И я хотел бы попробовать их в этих матчах, но там, видите, литинг ли был. Так что боль головная осталась, но Игорь ее значительно меньше. Игорь Владимирович, проясните ситуацию с Гончаровым. Как скоро сможет он выйти на лед? Я думаю, что Гончарову я много не дам отдыхать. Еще немного, я его буду просто через Игорь натаскивать в турнир, потому что он никогда не подготовится, что он не будет играть. Потому что может быть завтра, а может быть и завтра. Потому что там все в порядке. Он просто, я почему бы его не брал в Скандинавии и оставил здесь просто для того, чтобы он получил тренировочную нагрузку. И я думаю, что я сейчас через матч его пусть он забирает и начинает играть. Может быть завтра и начнем. Хорошо, что на комнате. Спасибо. На этом матче другие вратари получат сам? Да. Я думаю, что на этом матче сыграют завтра другой вратарь, может быть Андрей. Но Федер будет играть последнюю игру. Просто мы знаем, что Светберг, особенно Светберг, это много матчей. Он сыграет 6 матчей до начала чемпионата. И я думаю, что такого количества матчей будет достаточно, чтобы он нормально вошел. Потому что, вы знаете, нас ожидают очень сложный старт. И мы должны быть готовы во всех линиях. Вы разъединили первую пару забитников в Логинах Лепеста. Планируете их воссоединить? Или все-таки в первой паре будет корнее? Пока не планирую. Продолжение следует...